Здравствуйте, дорогие наши зрители! Buenas dias! Или buenas tardes, кто когда смотрит. Сегодня, значит, мы вам хотим напомнить об одном из отъявленнейших бездельников и лентяев из самых красивых голланов мыльного латинского мира. Про кого это мы так говорим, как вы думаете? Может быть это, скажем, Хуан Альфонсо Баптиста? Нет. Нет. Ну тогда, может быть, Лапорт? Тоже нет. Ну тогда, может быть, Рафаэль Навуа весь из себя. И опять вы не угадали, потому что эти ребята трудоголики еще те. А вот наш герой, он за пять лет умудрился сняться всего в двух ролях в полнометражных фильмах и вся. Вся. Ну, в двух ролях в смысле, что он там играет хотя бы больше, чем пять минут, чем в том же Черном Русском, где он буквально пять минут на экране. Так что это за фильмы, вы спрашиваете? Мы вам ответим без проблем. Это «Голубое Средиземноморье». Это «Голубое Средиземноморье». Ну, желает разбогатеть. Хорошее желание, вполне понятное. Особенно, когда вокруг море такое, виды такие. Вот. А другой фильм про «Справедливых», он идет, значит, в пространу с совершенно эпическим названием «Гондурас». Ну, и само собой, в этой стране все идет опять же через «Гондурас». Вот. Ну, и сами понимаете, что там и как там. Стреляют, похищают, живых людей убивают. В общем, ээээ. Ну, одно хорошо, что наш красавец здесь оторвался и включил свое обаяние на полную катушку. Злодей вышел, конфетка. Но роль маловато. Извиняет его только то, что он продюсировал этот фильм сам. Наверное, времени не было на игру, потому что, знаете, финансы, дебиты, кредиты и так далее. Ну, не дому-з ему. Еще, наверное, за камерой постоял, что он делать очень любит. То еще немножко порежиссировал, потому что, где продюсер, там обязательно режиссер. Ну, вы же сами понимаете. Ну, и мы не будем говорить вот о крошечных эпизодах в фильме «Черный русский». Это не смешно даже. Или там в сериале «Необходимая жестокость». Ой, фу. Ихс. Прилетел, залетел, посмотрел, ахнул, охнул и убежал. Ну, ладно. А потом провалился в тартарары, исчез. Сейчас его вообще нет. Ни в театрах, ни в кино, нигде не снимается, не играет. Вот возьмите, например, того же Криса Мейера, где он только не снимался за последние пять лет. Работает как трактор. Вот сейчас на телевизии будет звездить со всех сил. Вот. И главное, все нормально у него. А наш что? Он аж сидит и придается любимому занятию кубинцам. А именно? А именно ничего не деланию. Зато... Не, ну что-то он делает, конечно. Он развлекается по полной программе, ездит на машинках. Снимается во всякой дребедении. Сам себя снимает. Делает фотосессии. Ну, фотографировать начал. Решил, что он это... Джина Лобриджида. И кота завел. Самое главное, завел кота. Нет, это, конечно, хорошо. Кот имеет морду наглую, взгляд пристальный. И главное, что вот в этом коте раздражает всех поклонник этого лентяйского лентяя, этот кот видит хозяина каждый божий день и в разных видах. А зрители не видят, ну, нифига и уже очень долго. А это плохо, это не есть хорошо. Ну, ладно, хорошо, наш герой выставляет этого кота с кусочками собственного тела по всяким инстаграмам, твиттерам и прочим радостях. Но возникает вопрос. Доколе наш герой будет мотать нервы поклонников и любителей прекрасного? Неужели самому не надоело, в конце концов? Неужели не хочется на съемочную площадку? Или ждем, когда уже будет в таком престарелом состоянии, что играть будет только или конченых злодеев, там, пятой роли, или отцов главных героинь? Ну, че ты, Марио? Как говорится, кааа, сейчас мужик. Хотя при нынешнем состоянии делал в латиноамериканских телестудиях. Такие герои там востребованы в качестве любовников. Такие персонажи с курьезными такими физиономиями, что берет оторопь. То есть есть куда стремиться. Вот. И что я вам могу сказать? Ну, конечно, у нас нет слов. Нам бы очень хочется, чтобы он вышел на экран и походил там долго. Серий на 200, это минимум. Это потом мы будем бухтеть, что вуа, 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 плохо, жуткий сценарий, бу-бу-бу, соответствующие персонажи там попутно играют, хреново, ва-ва-ва-ва-ва. Но это потом, потом, потом. Потом мы будем говорить, ай-яй, куда он вязался, ему совершенно нечего делать. Но это все потом. А сейчас будьте любезны, то есть Марио, будь любезен, вынь да положь своим поклонникам сериал длинный, минимум 200 серий. В конце концов, ты для этого и есть, чтобы мы на тебя любовались, наша статуя неземной красоты, блин. С днем рождения, Марио, с днем рождения, желаю тебе всего хорошего. И диме, порфавор, пор ке не те вас а табахар пор фин? Иди работай, и мининник. Бай-бай!